ой друзья с вами как ты веселее зашла в баню двое суток дорожка лежит это я порошком посыпала мокрые вот такое приспособление ложкой соскребать это соскребать это одно грязное на балконе лежала дорожку него брата мы постираю разница сэптик с вами поговорила еще пару или вылива там уж до дна достает сейчас просто здесь я пошел на улице буду полоскать на улице положил подвешу буду со шланга прополаскивать завтра опять плечи будут болеть руки с непривычки курил наверно пепел осыпался подпаленный кое-где и везде грязная грязная что значит мужчина один жил сейчас сейчас я к вам подползу на улице жарко хотела думала буду с вами разговаривать и буду мыть стирать дорожку она это полтора метра длиной а потом подумала подумала будут шоркать вы дорожки что ли не стирали стирали потом кто-нибудь напишет скажет вот что мы дорожки не стирались показываешь на видео любом случае его случае друзья еще раз говорю меня канал непознавательный ничего нового не узнаете просто в самом начале я без всяких чтобы не был заблуждений написал же канал о моей жизни все моей жизни чем я занимаюсь ежедневно поэтому есть каналы которые шьют кулинарный канал там что какие-то новые цепи и зато про путешествия снимают какие-то юмористические снимают вот я показываю как есть все утром гимнастику делаю вместе с вами снимаю для вас ну сама же сама же гимнастикой занимаюсь просто там короткие шорты по времени выкладываю остальные гимнастику делаю это мне на пользу вопрос свою жизнь здесь приукрас вот знаете вчера вечером вечером почему вспомнила соседи там на одном видео наверно видели на коротких шуртах там где собаки дрались между собой там на заднем плане ковры висели соседи два дня подряд стирали ковры многодетная семья которого меня обворовали меня вот хозяин то со мной работал вместе такой как сказать пакостный пакостно лжит лет на 10 младше меня наверное лет 40 на 45 45 нет на лет под 40 вот они повесили вывести по развесили там ковры два ковра висели на железном заборе оцинковки с металлическим уголком а один а получать труба и газовый идет вот так вот так вот так и вот это вот ниже части на заборе они закинули и причем от забора вот такое расстояние не просто кинули на мокрый ковер на газовую трубу и вчера вечером смотрю там что-то собака моя лаяла уже собак выпустил вечером собака лаяла бегает кидается на забор смотрю они стягивают хотели видимо не знаю другом месте просушить стягивают ковер и никак не могу больше больше половины ко мне на моей территории висит на моей стороне и я смотрела смотрела они никак по ценяты одному лет 13 другом лет двенадцать наверное и слышу этот отец их ходит во дворе что-то на них ругается они по цену ковер мокрый друзья большой где-то 2 2 на 2 с половиной такой или полтора на 2 с половиной такой он еще и мокрый это сухой ковер закинь попробуй а тут газовая труба и он на них орет они там видимо сил не хватает потом все на пригорах вылезет через забор смотрят может там не знаю может думали что я там держу их ковер и там зацепила что-то я просто с одной стороны пацанов пожалела а другой стороны думал так труба газовая в любом случае где-то варят швы остаются а это мокрые они силы тянут отец отец на них орет они давай тянуть сейчас от дернут труба там швы разойдутся и газу утечка газа во-первых во вторых у меня пацанов жалко столы я с огорода зашла где помидоры палку взяла и под под ковер в общем протокол закинула к ним туда в ответ конечно не спасибо ничего хотя отец же видел там во дворе стоял не спасибо ни ответа ни привета думаю ладно бог с ним вот и потом эти два ковра думаю уже на заборе висят думаю они в любом случае как-то затем юзом 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 стянут они видимо места не было сушить нибудь и два ковра до сих пор висят вот и почему-то я вчера за вчерашнего дня мне мысль была такая вспомнила пацанов своих курсантов я когда в училище в это преподавала вот у меня были офицеры сержанты взводах и вот вам взвод у меня был патрульно-постовой службы в основном пацаны там одна две девчонки были все в основном пацаны и причем парни были многие которые с армии пришли по 20 лет по 20 по 22 вот такие уже были которые женаты и вот представьте взвод 25 человек сидит я им читаю лекцию у меня друзья я не знаю я по характеру такая если я рассказываю я им даже показывала раз говорила и вот так и мракалик рассказываю не то чтобы я читаю вот так вот лекцию коллеги там кто меня смотрит не в обиду кто меня смотрит там уже не одна жене там еще одна женщина есть они вот женька например она тоже земли пришла следователем работала я у нее на лекции тоже была она тоже не опыт большой вообще чем-то похожи с ней по не то что внешне не вот а по характеру нормальная такая женщина я у меня на лице было было присутствие другом на лекции ходили же не потому что нам хочется а потому что заставляли положено так вот у нее лекции тоже интересы проходят вот а другие которые смотрят мой канал они на земле не работали пришли там 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 работали лекции далее не прочитали как попугай вот так вот и все вот поэтому я лекции когда читала занятия лекции прочитаешь но рассказываю чтобы они лучше запомнили на примерах и у меня это просто такое требование было я я не могу когда допустим я лекцию прочитал им тоже нужно писать что нужно запомнить конспекты кладу им рассказываю как с вами разговаривали от ними рассказываю и когда вижу допустим 25 человек на меня сидят смотрят и которые которым интересно не слушают меня а некоторые под записывать там что-то что-то а некоторым дофе не называется на фонаря сели что-то там отверлик листом своим делом занимается я увидела что глаза на меня смотрят все и мысли теряю я им все всем всегда говорила когда я разговариваю когда я говорю глаза на меня прям вот так показывала когда говорю записываем знать глаза пускаем записываем когда говорю слушаем значит меня слушаем глаза в глаза вот и когда курсанты заезжали говорила что лекции вот так смотрим глаза в глаза то что я говорю записываем это вызубрить это как очень нужно знать а то что допустим примеры свой при привожу можете пример эти допустим на семинарских занятиях отвечать есть лекции есть семинарские есть практические практические занятия это значит там ситуационные задачи даешь чтобы они логическое мышление и на семинарских занятиях то что я говорю записывать записывать и выучить чтобы от зубов отскакивал допустим правило применения оружия это не надо там своими словами там расклад ну это когда применяешь табельное оружие это когда кто-то убегает а ты догоняешь нет значит это четкие 12 оснований по применению огнестрельного оружия почему потому что у друзья на практике на практике применил сотрудник оружие правомерно или неправомерно предупредительный выстрел воздух были или не были в любом случае прокуратуру будет таскать поэтому я не знаю это палка двух концах вот поэтому я говорю уже это знать как очень наш и вернусь к своей теме к своему разговору и пацанам говорю а в основном ребята у нас были приезжие соулов с областей в основном казахи были русские в основном казахи были у нас потому что казахстан наверно вот на патрульно-постовой службу в основном шли коренная национальность и которые знаете ли в друзья мои они учились где-то в аулах учились на как в казахской школах казахских школах на русском разговаривали но с акцентом а у нас ну я я училась на русском языке в школе русскоязычной школе в русской школе чего я разговариваю на казахском языке мы на бытовом уровне вот и когда вижу что ребята некоторые слова не понимают я именно казахского рассказывала на казахском там и что-то где-то на казахский язык получалось у меня лекции на двух языках было и вот парни записывают и вот примеру говорю основание применения внестили на оружие первое под записи на терять точка а внизу а для защиты от нападения этот это запитает этот этот итак . следующий пункт второй . следующие основ aire nonprofit нам падение на борте от нападения животных тepts . , , там говоришь записали двенадцать оснований и на следующий день у нас семинар склонятия прихожу все сидят так кто будет отвечать и тут мальчишка один состав свечу после с песня популярность да на берегу чу я тебя ищу сейчас в европа вся за границей все танцуют под эту музыку ритмично вот и пацанчик оттуда парень парнишка после армии руку поднимает давай села он не рассказывает с акцентом немножко правила применения огнестрельного оружия первая . применяют для отражения нападения от животных . запятая там это 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 запятая . третье . запятая я не пойму лекцию открываю он рассказывает как у меня написано цифра 1 . основание предложение запятая . 3 . и он вот эти все точки и вот причем знаете он стал того и так рассказывать . 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 Все ржали, все пластом лежали на партах. Я подхожу к нему и стою, на него смотрю. Поняла, что он все, как я говорила, первая точка, дальше пишем, потому что на казахском учились, чтобы ограничения были. Он это бедно все выучил, потом говорит, 12-е, точка, все. Я говорю, молодец. А он, знаете, такой парнишка был, я его до сих пор помню, небольшого роста, после армии пришел, волосы только вот так отросли, как ежиком. Хорошенький такой, смуглый, ну, такое небольшое телосложение. Я к ним подошла, настолько мне жалко стало, что ему тяжело, что именно этот парень будет работать. И выучил, как слышит, так и пишется, написал первое слово, первая точка по буквам, запятая по буквам написал. Вот настолько, знаете, аж сердце защемило, я подхожу его по голове, говорю, алтанам, алтанам. Ну, я еще с подстебом, говорю, алтанам. Прям все записал, и точку записал, и запятую записал. Молодец, садись, пять. Он сел, сидит, все ржут над ним. Потом второго опрашиваю, вторую тоже руку поднимает. А, он сел и сидит, гордый такой, что пять получил. Сидит, все над ним ржут, говорят, эээ, ты че? Он говорит, че? И парни говорят, а в казарме же жили. Они говорят, Дина Шмурцгалиевна, а вы знаете, что он, блин, этот козел, он нам всю ночь не давал спать, говорит, сидел. Мы уже отбой, легли спать. Он уши закрыл, говорит, так, основание применения, т-т-т-т-т-т-т-т-т, первое, т-т-т-т, посмотрит, т-т-т-т-т-т-т. Он просто зубрил. Слушай, я им говорила, не запоминаете, это нужно вызубрить. Не то, чтобы выучить, вызубрить, чтобы от зубов отскакивало. И он всю ночь сидел, вот так вот, изубрил, уши закрыл, а там то, что в него подушками кидались, потом пинали его, там, материли его. Он сидел, готовился. Я подхожу, говорю, алтанем, алтанем. Алтанем это золото, золотой, золотце. Говорю, молодец, говорю, что это. Потом второй парень тоже, ну там у него уже жена была, ребенок был, Ержан, здоровый парень, такой, знаете, как мужик, здоровый, здоровый. Он вышел, встал, тоже начал рассказывать. Но у него, знаете, акцент вообще страшный был. Страшный. Там не поймешь, на каком языке он разговаривает. Просто тем уже знаешь, и вот эти вот какие-то самые, знаете, как-то вот... Правильно, ну я сейчас, даже вам не перескажу, как вот это, но я просто понимаю, что он вызубрил, выучил. Ну вот на русском, как, видимо, потом лет конспект дела, он так записал слова русские. Как слышится, так и пишется. Там вот такие махровые слова. И рассказал. Тоже рассказал. Видно, что, видно, что человек зубрил. Рассказал, ну здоровый встал, там такой шкаф. Я говорю, алтанам, алтанам. Ну надо же, мамина сына. Говорю, молодец, молодец, садись пять. В общем, над ним тоже ржали, но он там кулак покажет. Все раз замолкали. Вот. Потом, по-моему, лекции у меня закончились. Или там пары не было. Сижу у себя в кабинете, готовлюсь к следующей паре. Тут прибегают девчонки. Визжат, плачут. Я говорю, что случилось? Они говорят, а вечером? Да, вечером уже, по-моему, домой уходить нужно было. Или утром на следующий день. Не помню. Девчонки прибегают, плачут. Ну нет, там женихаются же друг с другом. Прибегают и наш муж. Там пацаны наши дерутся. А я у них... Я у них или куратором была. Я у них куратором была. Девчонки, там и девчонки были. Прибегают они, говорят, там пацаны дерутся. Причем дерутся вот эти... На старшего взвода. Я говорю, с кем-то, с другим взводом. Нет, наши дерутся друг с другом. Бегом, бегом. А там, получается, наше административное здание, где лекции проходят. Через весь плац нужно бежать. Там казармы. И за казармами там территория большая. Бегом туда, прибегаю. Там весь взвод стоит. Там другие взвода пришли. Там, в общем, ринг. И они мочат друг друга. Я подбегаю. Одну порцию... Кулак прилетел мне. И потом уже все остальные разняли. Что, говорят, препода, мочканули. Я отлетаю. Они вот этот, который здоровый, семейный. Он дерется. Потом еще там парни. Вот этот, который первый отвечал, его не было. Ну, он не дрался. А вот этот был и другие парни. Губы все в крови. Здесь уже фингалы. Разорванные футболки там стоят. Я их, ну-ка, быстро разошлись. Так, а ты, ты, ты ко мне сюда, в кабинет. В кабинет, думаю, там преподаватели. Там зашли в казарму. Там комнатка одна. Захожу, говорю. Так, что случилось? Не говорят, как партизаны молчат. Потом я говорю, так. Сейчас, если не скажете, пойду рапорт напишу. На отчисления пойдете. Поедете по своим домам. Там делитесь у себя. В аулах, блин. Ну, и, короче, друзья, я вам скажу. Лекции закончились. Они же там потрунивают друг на друга. Алтанам, алтанам. И в казарм пошли. И другие пацаны, которые там, ну, были на лекции, которые вообще не учили. Которые двойки получили. Были и тройки, или четверки были в тот день, допустим. Потому что на эту тему два семинара занятия было. Два дня подряд. Вот. И двойки, и тройки, и пятерки. И двойки, и тройки, и четверки были. И когда они, когда занятия вышли, пошли туда, в общем, там, после ужина, наверное, не помню. И на кто, допустим, там, на двойку ответил, или на тройку ответил. Они вот этого семейного, допустим, стали подстебывать. Ой, алтанам, алтанам. Прямо это самое, пятерку получил, все. И он, ну, кому понравится. Ну, он, если честно, друзья, он достойно получил, ну, как, заслуженно получил пятерку. Пускай с акцентом, но он, пускай, может быть, он до конца не понял, но он вызубрил. Вызубрил это все. А потом в процессе работы это все понимание, осознание вот этих всех оснований, когда будут работать, уже он на это основание поймет. Потом я им на казахский перевела, они это все поняли. Но сам факт, что они вызубрили, ответственно отнеслись к занятиям, вызубрили все. И те стали подстебывать. Ой, алтанам, алтанам. А вот этот, вот этот парнишка, который первый отвечал, он домой позвонил на радостях. Там многодетная семья, оказывается. Там он самый старший сын, многодетная семья, на станции Чуйни живут. Он позвонил маме по сотке. И там, ну, любая мама, тем более он далеко уехал, в Алмату уехал со своего аула. Он говорит, Балам, как у тебя дела? Мама, я пять получил. Пять получил. Я про пистолет рассказывала, я пять получил. Ой, там у мамы радости. Мама, давай там по всему аулу бегать. Они там барана зарезали, чуть ли не там то и мероприятие всех гостей созвали. Что вот, мой сын в Алмате учится, на милиционера. Он пять получил, он отличник. Мороз пошкурил. Для любого. Чего плачу? Просто я вспомнила, это вот, просто на место матери, его матери, я себя просто поставила. И потом мне этот парнишка, мы как-то разговаривали, он говорит, Динаш Морозгин, вы знаете, я самый старший сын в семье. Там мало-мало-меньше, маленький. Он, допустим, в армию ходил, там самый маленький, два или три года есть. Он говорит, вы знаете, у меня мама никогда в жизни меня по голове не погладила. Я, говорит, никогда от нее не слышала ласкового слова, говорит. Потому что только, когда вот начал, ну, два-три года, говорит, там отец помогал, говорил, заставлял баранов пасти, дрова колоть, там что-то, что-то, что-то там. За ним пошли братья, сестры маленькие. И, говорит, вы знаете, я, говорит, никогда от мамы, говорит, не слышала ни Алтона, ни Золотца, ни то, что не слышала, говорит. Мне, говорит, мама даже не то, что, говорит, по голове погладить, говорит, так пожалеть, говорит. Я, говорит, единственное, говорит, от вас, говорит, услышала. вы меня первый первый человек в жизни который меня похвалил который меня погладил по плечу готова молодец слова молодец понимаете друзья а то что вот так вот по голове погладил как никогда не от матери никогда не слышал и решил похвастать мать в любом случае мать позвонил маме грума мне пять получил мама там ой бай давайте там барана резать там такое застолье закатили и как мне знать как приятно понимаете а вот этот который женат и вторую тоже на пятерку ответил которым на махровые слова были он тоже позвонил туда жене жене матери позвонил все там давала ержан молодец ну видимо такой знаете хулиган парень не то что видимо хулиган был по жизни и домой тоже позвонил там тоже радости что вот наш сын в алмату ехал на милиционера учиться 5 получил он отличник и когда взрослый он глава семьи уже у него жена ребенок жена со вторым беременна беременно было понимаете ласковое слово говорят и теленка приятно по моему так вот позвонил жене жена конечно гордая и там ребенок у них для подражания и вот тоже мало тоже видимо в жизни плохо нити тоже многодетность и не вырос и вот когда его стали подстёбывать о ержан алтанам 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 мужское самолюбие и он начал драться и потом этот там потом не расстоялся подзабыла этот парни готовы потом никогда рассказывали и говорят ой сказали тебе алтанам молодец молодец держа и в первую пятерку получил и это самое опасное предметно плохо учился он по темпе 1 пятерку получил год она нам где нашим разговорим всегда говорит молодец алтанам молодец меня один говорит а меня два раза два раза пятерка получил она мне тоже говорил молодец алтанам и вот они вот между собой что кому больше заколол кого кого я больше погладил по голове кого я был больше пятерок поставила кому я одобрительно так похлопал по плечу может так нельзя с курсатами но взрослым мужики когда взрослые мужчины сидят учиться беда что хочет работать но почему нет что мне уволят с органов почему он молодец но почему я не могу сказать что он молодец правильно вот и вот этот парнишка который на станции чу который первый отвечал потом его когда уже этот заезд ушел потом другой заезд был и ночью мне телефонный звонок спала дома ночью нами часа в два или 13 ночи телефонный звонок я телефон поднимаю да и нашему галиевна здрасте как у вас дела в этом чё делаете я убегу без трусов дома ну два часа ночи или 12 сучу чем не может заниматься а там слышу музыка там все евро ты гугу гуляешь что-нибудь да я но молодцы говорю только по пьяни игру можете мне звонить вот не один раз в горе я же не пью говорит вот настолько парнишка знаете он так на всех лекций отвечал другие предметы как-то не так тройки были такие знаете а по-моему предмету все пятерки не убыли вот такой вот затем сообразительный парнишка был и он мне звонит и говорите наш мурсгалиевна патрульно-постовой службе вышел станция чу вы познаете да а вот это все наркота оттуда идет в основном чуськая долина чуйская долина вот играет первую первую вторую смену во вторую смену ягода задержал как марка по нарко этих курьеров причем большом сейчас не буду говорить сколько это я не помню уже это сколько лет прошло я уже на пенсии 13 лет первую или вторую смену забыла он сказал как я задержал потом постовой службы там на поезда садятся прицепом там на крыше выезжают я задержал наркокурьеров больше с большим весом молодец потом где-то по моему через через какое-то время не помню не через месяц через полгода не помню у меня опять звонит ночью тоже где-то с кафе все опять на как у ера задержал как нет наш мурсгали меня в уголовный розыск забрать забрали потому что два три раза тоже такое задержание было наркокурьеров вот и этот меня забрали в уголовку и вы молодец я же говорила с тебя толк выйдет видно что этот такой парнишка был не знаю мне например мне например приятно вспоминать те года когда преподавала потому что это мои друзья понимаете то что я знаю то что я могу кого-то научить через то через что я прошла и вот вы знаете когда курсанты 25 человек я вот первые как водные лица там вообще мне там уже сразу нормативные акты давать но я там с ними разговаривал говорила друзья ребята вот вы приходят вы пришли чтобы работать полиции служить полиции я например когда пришла в милицию уже осознанно уже с ребенком была я бы пришла вот я не раз говорила я захожу в вы зашла бурбады вот обезьянник там вонь вот эта дежурка в шамгам таскаю задержанного напрашиваться друзья понимаете я зашла откуда приезжаешь домой у дома вот это мое было и курсанты понимать это мое со мной работали девчонки которые поработали год полгода уходили и друзья придете на работу или вот допустим на лекциях видно что как-то кто будет работать сразу это друзья кто не будет работать вот на лекциях уже видно было евро сида даже там кто-то по знакомству там родственники там где-то наверху сидят придете чувствуете вам не нравится работа друзья уходите нему не мучайте не калечите ни себя не граждан которые будут обращаться за помощью если это не ваше не надо что-то место занимать вот потом как-нибудь расскажу там когда уже все цели работала там заключенных привозили бывших курсантов моих которым я преподавала лекции это потом это отдельный разговор вот я говорил уходите если нет нет если заходишь вот понимаете как вам объяснить когда на работу идешь желанием скорее на работу скорее на работу а уже домой думаешь идешь нужен домой потому что устал целый день что надо поспать завтра на работу я на работу друзья мои вот в органах хоть в овд хоть в этом в училище работала там за исключением одного периода когда с руководством с начальником директором начальником училища судилась когда в изоляторе работала чайка в отдел кадров когда детской колонии работала замполитом служила но детской колонии тоже свои нюансы были там как отдельная тема будет вот вы знаете вот нет не обманывал как на духу говорю вот с таким желанием я шла потому что мне это нравилось особенно в училище мне нравилось вот там из одного козла пришлось уйти не за того в начале которые с которыми судилась а потом второе составный пришел который всю жизнь по кабинетам сидел по знакомству в кабинетах потом пришел сюда руководить потом начал потом уже мне рассказывал он сказал мне слишком грамотные юристы не нужны что вы такая что ваши курсанты подкованные но и друзья если допустим курсант к примеру самоволку ушел нарушил пришел ему дали выговор поставили нарядные очереди записали в личное дело и там еще 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 чем-то наказали друзья не бывает за одно деяние двух наказаний не должно быть и не бывает а это пацана мало того что он пойдет записали в личное дело выговор его сразу не возьмут он пришел два-три месяца отучился чтобы полицию прийти приходит а у него в личном деле уже выговор стоит кто его возьмет и выговор и нарядные очереди и там еще что то еще что то еще что то это просто для всех говорю что за одно за любое не только милиции за одно деяние двух наказаний не бывает так как и ребенка допустим ребенок что-то сломал что-то сломал и не за там родители поругали его поставили в угол там папа набил его и потом через на следующий день допустим уже этот день от наказания был через день допустим папа можно поиграть нет ты наказан давай в угол через неделю тебя вспомнил там можно вот это пире нет это раз ты сломал давай в угол равносильно поэтому за одно деяние двух наказаний не бывает поэтому честно говорю я настолько мне нравилось в райотделе работать тяжело друзья это не романтика это не улицы разбитых фонарей или не митовские войны это фильмы фильмы красиво у меня мама только эти фильмы смотрела она говорит ой полом как ты работала это же ужас и роман это кино это кино жизнь не так жизни в фильмах и руководство понятливое и руководство там только вот так сделает тебе ну или там допустим немножко покричит на тебя а на земле а в жизни нет друзья у меня не дети не родители не брат никому раз не рассказывала тонкостях как общаются как работают ну не знаю я такая говорю же пацанка пацанка и зачем вот это весь негатив который там бы там бывает допустим там но как на убийство выезжала как трупы находила как там изнасилованных детей девочек привозили зачем-то маме знать зачем-то моим детям знать зачем отцу знать брат узнать они все фильмы смотрели ментовский брат у меня любил бандитский петербург в улице разбитых фонарей это ментовские игры игры или войны российские фильмы поэтому в жизни конечно же и скажи жизни и как кино но сейчас вспоминаешь когда пенсии вспоминаешь вы знаете не без без злости без без отращения вспоминаю вспоминаю как интересно интересно жили и вот нет нет сталкивалась с полиции казахстанской полицию сейчас заходишь проводы уж атмосфера совсем не та на лица смотришь я же психолог по образованию на лица смотришь не горят не горят не горят глаза друзья вот даже когда брат умер кто-то протокол осмотра в происшествии то что там на убили не убили вот это отвозил воды зашла в дежурный час сидят ребята глаз не горит следователь поднялась следователь здрасте да бумажка да такой такой дал оставьте все до свидания у нас даже дежурки забыла как его зовут парень был кто-то заходит в дежурку там сотрудники о салам алейкум как дела там ты-ты-ты чё там вчера вот этот наркошек чё там атома да ну давай если чё заходит гражданин говорит здрасте грязь чё случилось она говорит да вот у меня например муж избил вот паразит такой как избил там допустим обокрали он так подходит вот таким вот эти он под тобой был и вон и кому ему положено был там на музыка мир ходить открывать ну мы называли открывай закрывай а он находит я потом даже не помню когда-то я уже с рвыда когда перевелась в училище декрет ушла через перевела потом когда не встречались с ним в районе орбиты вместе там рядом где-то жил это не спросила дело потом служил привет привет вот дежурный конечно тоже разные ноту оперов допустим ну люб в любой службе в любой службе во первых операм тоже приходили там стажеры приходят младшим опера приходит по нему видно не будет работать и вы знаете друзья женька подтверди гнили гнилых везде полно людей и на виду но в милиции да наверно так и везде милиции в райотделе в райотделе в гудри не скажу в годы ой полно друзья без обид потому что там работал среди тех которых я знаю в гудри которые на земле ни разу не работали у них там родственни тети дяди там папа мама сидят где-то там в астане там в мбд выше они сядут они прямо от маленьких звезд до полку одна до сих пор там работает до больших звезд посетили они сидят гудри бумажки там пара и дело проверки там всего рассылают там указание все они работали они там сидят а в рвд жизнь скажи в рвд гнил гнилье всплывает сразу не знаю у нас в рвд так было и в дн я бороду бдн работала в инспекции по делам несовершеннолетних гнилые девчонки кто-то приходили там по знакомству который знаете гнилье ненадолго хватало уходили не без моей помощи потому что почему я должна ее работу делать и за ее участок ответственность нести она там что-то не может сходить потом разберись по заявлению у меня своих отсудимых полно своих заявлений участок большой два-три микрорайона вот в уголовке то же самое у следаков то же самое у следаков да у следаков тоже гнилые не задерживаются чуть-чуть похоже потому что там друзья ну земля есть земля плен у меня хлебом не кормит по ментовские темы говорить ой дорожку стирать то нужно все друзья пока ваш изенаж